Я тебе открою маленький секрет. Лёгких характеров в отношении просто нет. Больше 10 лет у него нет секса с женой. Что ему делать? Эмоциональные качели от Екатерины Фрейд. Ты считаешь, что измена — это нормально? Я считаю, что это не повод разводиться. Топ простых советов, как вернуть страсть в отношения. Если в твоей голове папа самый лучший мужчина в этом мире, не надейся на личное счастье. Я надеюсь, что это моя единственная женщина на всю жизнь. На всю жизнь. Это кайф. Ну, особо чувствительным лучше на это не смотреть. У нас сегодня на подкасте Катя Фрейд, психолог и преподаватель психологии. Закончила с красным дипломом факультета психологии МГУ имени Ломоносова, кафедру клинической психологии. Также она мама троих детей, что важно в контексте нашего подкаста от одного мужа, а не от нескольких, это сейчас часто бывает. Сегодня мы будем говорить про отношения. Во-первых, спасибо, что пришла. Я рад тебя видеть в этой студии. Катя, привет. Спасибо, Алёша. Вообще, давай обозначим для этого подкаста и в нашем общении, что такое измена и может ли она быть эмоциональной, но не физической. Слушайте, ну, ребят, то есть вот если мы говорим про развод, обычно раз все изменил или что-то там случилось. Это очень часто не является вообще причиной развода. У меня на консультациях приходят пары и мужчины, и женщины, причём у которых был опыт измен, но это вообще не причина того, что они принимают решение расходиться или что-то идёт не так. Как там масса других причин по части недопонимания в общении, эмоций, сексуальных каких-то моментов. Проблем настолько много, что измена там где-то раз и потерялась. И она, как правило, какое-то следствие более системных проблем. Это раз. Два. Измена сама по себе тема, к сожалению, почему-то настолько муссируемая в плане её негативности. Я очень лояльно к этой теме отношусь и пытаюсь это доносить и своим зрителям, и своим клиентам. Что значит лояльно? Ты считаешь, что измена — это нормально? Я считаю, что это не повод разводиться. Тогда давай вернёмся к определению слова «измена». Может, мы просто по-разному это понимаем. Это не повод разводиться. То есть это не то, чтобы нормально. Я не одобряю. Это самые лучшие отношения, те отношения, где тебе хорошо и где вы верны друг другу. Согласись. Но так бывает не всегда. Бывают отношения, где вам хорошо, но вы не можете быть верны друг другу. А знаешь, почему? Потому что если один человек будет верен другому, он очень сильно будет обижать себя и очень сильно страдать. Во-первых, порой бывает разница в сексуальных темпераментах. То есть люди вообще не сочетаются. Знаю такие истории. Знаешь такие истории. Отлично. Вот ты мне недавно со знакомой говорила, у неё муж как третий кот. Это такая прям показательная история. Муж как третий кот. Что такое третий кот? Это третий кот, который приходишь и как третьего кота гладишь. У неё два уже есть. Ну то есть секса у них нет уже много лет. Ну и что человеку делать? А у них есть эмоциональная связь. Она его любит. Они хорошо общаются. У них есть семья. Понимаешь? То есть они там удовлетворяют огромное количество потребностей. Они нужны друг другу. Это семья. Но сексуальная потребность женщины там не может быть удовлетворена. Вот что я делаю. Или мужчина. Вот у меня недавно как клиент приходил. Больше десяти лет. У него нет секса с женой. Что ему делать? Начать беспокоиться через пару месяцев. У меня вот эти формулировки, что нет секса десять лет, они, знаешь, такой сдвиг технических плит, чтобы я пытаюсь понять, как это могло произойти. Как это могло произойти? Ну, например, женщина родила, закрылась. Вот. Я тоже не понимаю. То есть что-то произошло. То есть полностью перешёл такой, знаешь, свитч, перекручилась, перекручилась на детей. Всё. То есть муж для неё перестал существовать как… Потом, знаешь, там бывают очень такие серьёзные комплексуальные вещи. Например, существует такой комплекс, который называется комплекс Мадонны-блудницы у мужчин. Так и называется комплекс Мадонны-блудницы. Заключается он в следующем, что у мужчины такая конфигурация психики и отношения с женским объектом внутренним, потому что жена — это всегда там репрезентация немножко мамы, ну, знаешь, психологическую историю. У него такая конфигурация внутри психики, что когда его женщина рожает ребёнка, она для него становится неприкосновенной. Знаешь, как вот в фильме, анализируя это, что она теперь будет этими губами моих детей целовать? Понимаешь, всё. И она для него как женщина уже не существует. И комплекс Мадонны-блудницы — это очень серьёзная вещь, потому что у неё на неё в принципе не стоит. Он не импотент, у него прекрасно стоит на других женщин. Но его жена, как женщина, больше для него не существует. Я слушала как-то одного. Ты знаешь, он там может быть даже не связан с рождением ребёнка, просто человек может любить. Понимаешь? То есть если человек влюбился, у него может возникнуть вот этот комплекс Мадонны-блудницы. Всех, кого он не любит, он прекрасно тратит, и всё там замечательно. А вот любимую женщину он просто не может, потому что не получается. То есть он может там фантазировать, он может ехать, у него там уже всё. Всё, он едет в полной боевой готовности. Он приходит, а она такая замечательная, красивая, он не может вообще к ним. Ну и всё, у него там всё отрубает, и мы пошли пить чай. Я видел у тебя термин такой есть, как серийная моногамия. Это в ту же кассу? Что человек до какого-то момента моногамин, пока она не родила? Или это вообще другое? Лёша, как же у тебя хорошо всё в личной жизни. Образовывать тебя и образовывать. Значит, смотри, серийная моногамия — это когда ты заканчиваешь одни отношения, не изменяешь и выходишь в другие. Понимаешь? Ты говоришь, измена — это плохо. Я хочу себе новую жизнь, я здесь несчастлив, поэтому изменять я не буду. Это нечестно, это неверно. Поэтому я тупо совершу предательство. Ну, понимаешь? То есть, ну, что такое предательство? Ты договорился с человеком, вот как ты говоришь, я, надеюсь, буду всю жизнь. Да? И вдруг в какой-то момент, в силу каких-то внутренних причин ты чувствуешь себя глубоко несчастливым, ты здесь как-то потерял интерес, что-то начало как-то не ладиться в общении. И вместо того, чтобы попытаться здесь всё починить, ты такой, ну, пойду искать где-то счастье в другом месте. Это серийная моногамия. Про неё тогда чуть попозже, вернёмся к Мадонне. Давай. И теме измен, от которой мы ушли. Я вот до родов часто слышал ещё историю, что у многих после партнёрских родов есть такие проблемные истории. Есть ли вообще связь между тем, как мужчины проводят роды и как дальше складываются отношения с женой? Ну, особо чувствительным лучше на это не смотреть. А ты был на родах, да? Ну, классно. На самом деле, я лично, я же как женщина, лично я здесь не вижу вообще никаких проблем. Но есть мужчины, когда это всё посмотрят, у них это травматический для них опыт. Поэтому здесь нужно аккуратно. Измена — это такой широкий спектр. Для кого-то измена — это конкретно момент, когда был секс. Для кого-то это, может быть, я знаю тоже просто такие истории. Он написал какой-то девушке околофлиртовое сообщение, всё он не изменил, и они расставались. Это вот у знакомых такие истории. Вообще, какой уровень измен в обществе считается, что это конец отношениям обычный? Как ты считаешь, к этому нужно относиться? Это лучше моё личное мнение. Скорее, как психолога? Как психолога? Как психолога я считаю, что вы должны сделать всё, чтобы сохранить свои отношения и семью. Измена — не повод разводиться. А личное? То же самое. Хорошо. А в обществе там другие понятия. Но дело в том, что общество — это такой довольно конструкт, который не сильно за личное счастье. Даже вроде как оно за семью, но тем не менее эта штучка такая опасная. То есть если постоянно ориентироваться на общественное мнение, можно потерять себя. Тем, кто хочет бороться за личное счастье, вот в какой-то момент мужчина или женщина понимает, что у него 5-10 лет в отношениях не было вообще никакого влечения к противоположному полу, но почему-то оно начало возникать. На этом моменте, кроме похода к психологу, как с этим можно и нужно ли работать? Или это нормально? Это нормальная ситуация абсолютно. То есть этого не нужно бояться. Потом мне очень странно слышать вот эти вещи, что мой мужчина написал кому-то сообщение с некоторым флиртом, и я там с ним начала разводиться. В смысле, он что, твоя собачка, он выдрессирован тобой, что он должен, уже ни на кого вообще не смотреть. То есть если, понимаешь, как верность хороша, когда оба хотят быть верными. А если это из серии из-под палки, ты мне пообещал, так контролируй себя, это тогда уже так себе история. Гиперконтроль, паранойя, ревность. Это повод поработать с собой. То есть если у вас есть ревность, это повод поработать с собой. Если смена уже произошла, это похороны отношений или нет? И как правильно потом пройти этот этап, если вы всё-таки хотите это сохранить? Для большинства людей, наших зрителей, измена — всё это крах, конец. Нужно разводиться, расходиться в любом случае. А вот давай тогда разберёмся, что произошло, собственно. Ну, давай секс. Ну и что? Ну то есть что такое секс? Твой мужчина пошёл, позанимался, пообнимал, потыкался в какую-то другую женщину. Да. У тебя с ним дом, коза, корова, трое детей, три машины, водитель, няня, быт простроенный и там 25 лет за плечами. Ну и что? А он пошёл, там, распахал какую-то молоденькую нераспаханную. Ну, условно. И что теперь делать? Разводиться? Ну то есть всё, всё остальное, там, детей, всё, всё закосили. Козу, корову. Лучшие годы моей молодости. Да, да, ты. Да, да, да. Ну, то есть что теперь делать? А потом, понимаешь, есть вот мужчины, которые, в принципе, не могут не изменять. Причём они делают это каждый день по несколько раз, там могут делать. Такие, так называемые, конституциональные сексоголики. То есть это те мужчины, которые обязаны в целом, постоянно заниматься беспорядочными половыми связями. Они обязаны по своей природе. Просто определённый процент, порядка 10-50% среди мужчин запрограммирован на это. То есть когда парни начинают оправдывать свои измены словами, то, что это заложено природой, в 5-10% случаев это правда. Конституциональным сексоголикам, знаешь, ещё нужно иметь силы быть, потому что это правда трудозатратно. Но это видно, потому что человек просто с собой ничего не может сделать. Ничего. Он может быть, правда, хорошим семьянином, там, любящим отцом, но он ничего с собой сделать не может. Он знает, что это плохо, но он ничего с собой сделать не может. Это как зависимость какая-то или лудомания, когда человек по-любому ставит? Нет, это определённый инстинкт. Бывает сексоголизм психогенной природы. Там очень большая разница. Когда сексоголизм психогенной природы, получается дофаминовая мотивация в отношениях, и человек начинает завоёвывать всё новых-новых девушек, доводить их до секса, потом бросать, как правило, по простой причине того, что ему важен дофамин лёгкий. То есть он не идёт особо в развитие себя, у него очень большая неуверенность в себе. То есть ему нужен вот этот дофаминовый поток за счёт того, что какая-то новая девушка любилась, вот ты такой замечательный, да, я тебе отдамся, вот он её берёт, и чувствует, что вот он победил, он такой крутой, он понравился, ему дали, и это его поддерживает вот это пустое эго, которое на самом деле внутри очень пустое, он очень чувствует себя неуверенным в себе, и ему вот этот приток постоянно нужен. Это психогенный сексоголизм. Есть у меня такое наитие, что многие наши зрительницы захотят за километры обходить таких парней, и я их на самом деле в какой-то степени понимаю, но не каждая девушка будет согласна понимать, что её парень сексоголик. Как это понять на раннем этапе отношений, что ты встретила такого парня? Это видно сразу. Ну я тебе могу честно сказать, то есть я абсолютно спокойно отношусь к своему сексуальному желанию, я могу понять, какой мужчина мне нравится, какой мне не нравится. Вот конкретно сексоголики мне вообще, я их как мужчины не рассматриваю. То есть просто если женщина зрелая, если женщина понимает, чего она хочет, если она не девочка, которой можно лапшу на уши навешать, то она просто видит это сразу и даже не взаимодействует с такими мужчинами. Зачем? Они у неё не вызывают сексуального желания. Понимаешь? Не вызывают. То есть там стоп идёт на сексуальное желание. Она его не захочет. Эти парни цепляют более таких лёгких, ветреных девушек. Я как-то пересекалась с такими, у нас просто было дружеское общение, и они по теме того, как у нас было дружеское общение, они на моих глазах снимали других девчонок. И потом я это всё как-то изнутри всё видела, обсуждала с ними в том числе, и они потом мне рассказывали истории, как какая-то там девочка, где-то там подцеплена на каком-то курорте, писала ему, что у неё какие-то там бабочки в животе, что она ещё такая влюблённая. То есть я говорю, какие бабочки? Ну то есть какие тут могут быть баночки? Про человека и так всё понятно, уже посмотри на него. Но тем не менее, вот есть девушки, которые западают, у них там бабочки. Это бабочки, сексуализм — это несовместимые вещи. Ну то есть давай так, если грубо, да? Есть отношения, где нужно на***ться и съебаться, а есть отношения, где нужно найти своего человека и успокоиться. И вот одно с другим нельзя путать, потому что будет большое несчастье. Но я также знаю пары, я знакома с жёнами этих людей и всё такое, они очень хорошие семьянины, то есть их любят их жёны, но очень сильно страдают. То есть если ты понимаешь и любишь этого человека, ты понимаешь, что он по-другому жить не может, нужно смириться, если ты хочешь быть с ним. Делать выбор такой тяжёлый. Там нужно очень сильно перепрошить свою психику. Для женщины очень важна легенда. Каждая женщина воспитана на сказке, что пришёл принц, выбрал меня, и теперь мы с ним вместе. Дальше, кстати, история умалчивает. Обычно вся красивая сказка начинается, что мы встретились, а вот дальше... Жили они долго счастливы, но без подробностей. Да, и умерли в один день. А почему? Может, они убили друг друга? Об этом история умалчивает. Бытовое преступление. Да, 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 да. Вот, по-настоящему там, бытовое, да. Поэтому женщина, каждая воспитывается на этой сказке, и она хочет вот эту легенду. То есть самая крутая вещь, которая, во-первых, очень сильно соблазняет женщину. То есть как соблазнить женщину? Это навешать ей лапшу на уши. Как выглядит эта лапша? Ты самая красивая, что я встречал в своей жизни вот из всех женщин. Я хочу только тебя. В твоих лучах все остальные женщины перекращают существовать. Понимаешь? То есть избранности. Идея избранности. Ты одна единственная. Да, ты единственная. Все, все других просто не существует. Эксклюзивность. И все женщины мечтают об этой эксклюзивности, об этой сказке. И если легенда реализуется, все, она счастлива. А потом, когда легенда начинает разрушаться, это может очень сильно переломать любую женщину через коленку. Поэтому, когда ты говоришь, что она заметила какую-то там смс-очку, какой-то там флирт и ля-ля-ля, то эта женщина все еще живет вот в этой своей легенде. Но просто легенда — это некий конструкт. И он тебе переломает. Жизнь, она не сказка, к сожалению. Мы уже тут обозначили несколько вообще паттернов и видов мужчин, в том числе и женщин. Я думаю, их тоже можно разделить. То есть, например, сексоголики, которые скачут, перескачут. Это те, которые придерживают серийными ногами. И вот, допустим, человек понял, что он относится к одному из этих типов или еще к каким-то, и он все-таки хочет внутренне перейти в такую длительную моногамию и жить долго и счастливо с одним человеком. Вопрос. Это вообще теоретически возможно как-то себя переключить на это? Или это заложено в природе, и просто нужно забыть в эту сказку и не верить? Ну, ты другой. Тебе такое не светит. Конституциональные сексоголики не смогут перейти. Сексоголики по психологической своей незрелости и неполноценности смогут при желании поработать с собой, пройти через длительный курс психотерапии, поработать со своими внутренними конструктами, поменять свой внутренний ландшафт. Смогут. А серийные моногамы тоже смогут. И ты знаешь, они обычно это и делают. Потому что, смотри, каждый развод и каждое расставание на самом деле это очень большой стресс. Это куча проблем. Особенно если это с детьми, особенно если это с имуществом. Да и просто так. Это всегда большой стресс. И вот они заходят в одни отношения, и период золотой пыльцы длится до двух лет. Ну, то есть два-четыре месяца до двух лет. Гормональная вот эта тема, когда не ты строишь отношения, а отношения выстраиваются сами собой. И такой счастливый, и всё вроде хорошо. А потом начинаются ровно те проблемы, которые были у тебя в предыдущих отношениях. И ты просто взял и потерял 5-7 лет своей жизни. Потому что ты пришёл ровно в ту точку, из которой ты вышел из предыдущих отношений. Если человек издель... Понимаешь? Ну, точка того, что ты должен посмотреть на себя, поменять как-то свои коммуникативные паттерны, научиться с человеком находить общий язык, научиться разжигать страсть, которая вдруг погасла в отношениях. Она же гаснет. Я тебя не пугаю, не программирую. У тебя будет всё хорошо. До 60-ти, до 70-ти полный вперёд. А потом так... С одной. Нет, хорошо, до смерти. Пусть будет до смерти. Я думал, вдруг сейчас окажется, что к исследованию в этом возрасте разводятся почти все, нет? Или это просто такую цифру назвала? 50-60? Да. Ой, в разных возрастах. Я, честно говоря, не знаю, что у людей разводятся в 60. В разных возрастах. Не, ну правда, уже пора обрести возраст мудрости, уже успокоиться и жить себе. Хотя, ты знаешь, для многих жизнь только начинается. Вот у меня часто смотрят возрастные и женщины, и мужчины, и у них всё замечательно на сексе. То есть у меня приходят иногда 55-60 лет, и у них запрос по сексу. Они любят, обожают секс, развиваются. Так, ну, таким людям можно только позавидовать. Конечно. Вообще это нормально. Слушай, ну, в серийной моногамии, получается, они вот где-то 40-45-50 лет, мужчины, у них уже спад идёт, кстати, гормональный. Вот здесь большая трагедия. Смотри. Ты готовься, следи за своим тестостероном. Вот когда твоей жене будет 40 лет, у неё идёт рост сексуального зрелости. То есть она, наоборот, хочет секса, много секса, ла-ла-ла. А у мужчин идёт спад. То есть у мужчин пик где-то 20-25, там 30, а у женщин пик сексуальности начинается 35-45. И вот эта разбежка, она очень многие пары подкашивает. Плюс ещё там интерес потерян, знаешь, что-то ла-ла-ла. Здесь женщине хочется быть женщиной на все тысячи процентов. А мужчина уже хочет почитать газету. А ещё, знаешь, так... Я устал, иду спать. Ну, типа того, да. А ещё там кризис среднего возраста, и он недоволен тем, чего он достиг. И кто виноват? Конечно же, женщина. Понимаешь? И вот здесь очень много разводов, на самом деле. И это получается... Кстати, кризис такой 20-25-летних отношений. Вроде люди вместе, вроде бы уже пора привыкнуть друг к другу и жить дальше. Прекрасно, да? Но там кризис часто бывает. И когда люди занимаются сиренными ногами, если уже один, второй, третий развод был, и где-то с 45-50 они приходят к какому-то третьему-четвёртому браку, они понимают, что всё то же самое. Одно и то же. Ну, то есть каждый раз начинаются какие-то проблемы. И они таким образом за счёт этих шишек получают какую-то свою мудрость. Плюс они могут научиться выбирать себе партнёров. Ну, то есть здесь сделали ошибку, не разобрались в сексуальных темпераментах. Так, второй раз попробовали, с сексуальными темпераментами всё в порядке, но общаться человек со мной не умеет. Третий раз попробовали, это и это в порядке, но там не разобрались с ценностями, и куда мы идём вместе. А вот четвёртый раз попал. А уже и гормональный спад, а уже вроде хочу спокойной жизни, а уже хочу тёплого человечка рядом, а уже старость. Ну, там, как-то планирую, на самом деле, уже люди смотрят туда немножко, знаешь, хотя старость сейчас позже наступает. И так мы получаем более-менее счастливые отношения, ближе к 50. После нескольких разводов мы запрещаем. У меня ещё частая история у знакомых, что они обжигались уже на тех же изменах, или были какие-то партеры на прошлых отношениях, они очень боятся начинать новые, боятся, что им опять изменят. Вот как не тащить проблемы из прошлых отношений в новые? Слушайте, да нельзя быть такими нежными. Ну, в смысле, боюсь обжигаться, боюсь отношений. А, ну, хорошо, сиди тогда, никуда не выходи. Почему ты себя, своё счастье, вставишь в такую зависимость от поведения другого человека? Нужно понять, что другой человек изменил тебе не потому, что с тобой что-то не так, а потому, что это у него что-то не так. Или у вас вместе что-то не так. Понимаешь? И когда ты из этого уравнения себя убираешь только, и остаётся только вопрос, что с ним что-то не так, либо у нас вместе что-то не так. Ну, с ним что-то не так, например, он конституциональный или психогенный сексоголик. Например, у него там низкая самооценка, как у мужика, и ему нужен этот дофамин. То, что ты его любишь, ему уже недостаточно. Это с ним что-то не так. А если у вас что-то вместе не так, а как у вас секс выглядит? Как часто он происходит? Хватает ли? Чего там нужно починить? Ну, то есть, вот эти все примеры, которые я привела, имеют ли право там партнёры предъявлять претензии, что их муж или жена изменила? Не имеют никакого права, у них много лет нет секса. А что им делать? Или он недовлетворительный, или раз в четыре месяца? Люди себя ведут иногда очень нелогично. Это иррациональное поведение, это психика. Это необъяснимо. Я ещё знаю часто историю, что при летительных отношениях со временем люди тоже меняют свою, так сказать, личность просто. Каждая пятилетка, десятилетка, ты как новый человек плюс-минус становишься. Либо вы принимаете друг друга на новом этапе, либо вы не принимаете и расходитесь. Но вот когда у человека бывает прям становится, характер сильно тяжелее, с возрастом особенно. Я не говорю про, так сказать, уже старческие признаки, а просто когда новый десяток начинаются, характер становится тяжелее. Я такое даже сам встречал по знакомым и знаю, что есть такие примеры в отношениях. Как возвращать близость, как на новый этап выходить в отношениях, чтобы в новую колью входить? Для этого есть разные методы общения, коммуникации, мягкого влияния. То есть мы же как привыкли отношения выстраивать? Через претензии. То есть что-то не нравится, значит претензию буду предъявлять, орать, ссориться, пропихивать свои какие-то идеи кулаками. Ну, условно, я сейчас условно говорю, не физически кулаками, а вот, знаешь, эмоциональный такой абьюз, когда мы начинаем что-то без смазки там в другого пытаться пропихнуть. Обычно это не воспринимается, и у человечка падает защита. То есть он не готов это слушать. И люди так отдаляются, отдаляются, отдаляются по своим нормам. То есть нужно учиться общаться. То есть большинство людей просто не умеет общаться и мягко влиять. Большая часть моей работы связана с тем, чтобы обучать коммуникациям, обучать выстраиванию отношений с самим собой, то есть приходить в какое-то более-менее гармоничное состояние, состояние самодостаточности и психической зрелости. Потому что если ты воспринимаешь партнёра как поставщика счастья, то есть, как правило, это дорога в никуда. Потому что ни один человек не обязан тебе поставлять счастье. У него есть свои проблемы. Не важно, что она твоя жена или он твой муж. Научиться самодостаточности — это очень важный момент и психологической зрелости в отношениях. Научиться коммуникациям и простройке отношений. Общаться нужно уметь. И понимать сложный характер. Почему человек так себя ведёт? Проникнуть ему под кожу. Кстати, у меня есть практику, который посвящён как раз этой теме. Сейчас очень популярно. Знаешь, как раньше была тема нарциссов, популярно. То есть какие-то тренды есть и настроение в обществе. Почему-то сейчас очень часто люди обращаются с болью о избегании в отношениях. Когда они заходят в отношения, а другой партнёр начинает исчезать, пропадать, не проявлять достаточной близости. Хотя вот недавно у них был замечательный секс, и всё вроде так хорошо было. А он потом раз и пропал, и не звонит. Он через месяц опять появился. То есть это такой особый тип привязанности, избегающий тип привязанности. И вот практику, у меня сложный характер в отношениях, как раз направлен на то, чтобы людям пояснить причины, по которым они так себя ведут, партнёры их. И когда ты понимаешь эти глубокие причины, а не видишь вот эти внешние мотивировки, ты начинаешь больше их чувствовать, лучше их чувствовать. Ты получаешь инструменты, как с ними себя вести, и ты способен с ними встраивать отношения. Потому что я тебе открою маленький секрет, лёгких характеров в отношениях просто нет. А вот этот практику, про который ты говоришь, он платный, бесплатный? Он бесплатный. Мы сможем просто ссылку оставить, кому интересно глубже копнуть, пойдут, посмотрят. Я в описании ссылку дам, окей? Да-да-да, конечно. Да, давай это сделаем. Это будет круто. Есть наитие, что тема на много-много часов может уходить, десятичасового подкаста мы не запишем, а тем, кому хочется глубже копнуть, про тяжёлый характер и просто посмотрят. Давайте что-то ещё такое попроще, знаешь, прикладное. В плане каких-то практик, правил, что стоит вводить отношения, если ты чувствуешь, что идёт на спад, как-то вернуть баллу страсти, не знаю, может, какое-то совместное хобби обязательно, или какой-то вот топ простых советов, как вернуть страсть в отношения. Есть что-то такое? Или нужно прям заморачиваться? Простые советы. Во-первых, нужно понимать, что такое базовые настройки пары. Вот я тебе сейчас поясню. Люди усвоят это понятие, им станет намного-намного легче. Давай. Что такое базовые настройки пары? Это те настройки, на которых вы сошлись. Что это такое? Это интерес друг к другу. Это сексуальный интерес друг к другу. Это я сижу и хочу узнать, как у тебя дела, чем ты занимаешься, что ты планируешь, а как ты ко мне относишься, а ты меня любишь? И вообще я тебя хочу как бы, да? То есть у меня эротический интерес, личный интерес к тебе. И это наши базовые настройки пары. Мы на этом сошлись. А потом появляется семья. Семья — это тюрьма. Хуже не придумаешь. Хотя честь и хвала у нас вообще год семьи. Да. И серийная моногамия, помню, друзья, это предательство. Ну так уж. Затопим за семью. Так вот. И базовые настройки пары начинают меняться на что? Пелёнки, борщи. Человек уже не интересуется, как у тебя дела. Эротический интерес как бы идёт на спад. Какая там эротика? Тут бы выспаться, тут бы на работу дойти. Кредит, ипотека, мам, папа, я, счастливая семья, дача. Что-то прям эмоциональные качели от Екатерины Фрейд. Начинается бытовуха. Начинается для многих чёрная, серая полоса их жизни. Они думали, что найдут счастье, они его там потеряли. И эти дети уже не дети, не в радость. И эта жена уже достала. И ты думаешь, как вообще побыстрее отсюда сбежать? Когда ты приезжаешь с работы на машине, ещё сидишь полчаса в машине, это не моя история, а знаю таких парней. Это моя история. Потому что меня там ждали обычно трое детей, которые на меня набрасывались. И я минут 15-10 сидела, просто музыку слушала. Ну, просто устают люди. Знаешь, не то, чтобы я не хочу идти в свой дом, в свою семью, я люблю, и всё, я хочу. Побыть собой. Да. Только, слушай, а вот это туалетная история. Каждая мать всегда скрывается в туалете. Каждый муж. Каждый муж. Чтобы там просто побыть наедине с собой, понимаешь? То есть, получается, ты идёшь в семью, чтобы построить своё счастье, а семья у тебя это счастье крадёт. Получается, большое несчастье. Как вернуться к этим базовым настройкам? Как вернуться, значит, к базовым настройкам? Во-первых, нужно их осознать, что есть базовые настройки. Есть специальные практики, техники, которые я даю. Кстати, вот я тебе сказала про практикум сложных отношений, а я сейчас, у меня такая идея сделать вообще более расширенные моменты, когда я могу давать бесплатно людям намного более широкие вещи. Например, у меня такая задумка, почему? Потому что я вижу, как много нужно дать, и это будет очень круто. То есть это могут пяти-семидневные быть программы, то есть у меня в планах это реализуется обязательно в ближайшее время. И эротические свидания. Свидания по определённой схеме. То есть когда вы идёте на свидание, и вы уже осознанно возвращаетесь в базовые настройки. То есть вы осознанно понимаете, что мне нужно лить внимание в своего партнёра, мне нужно интересоваться, а что он, а как он делает. Потом эротические моменты, как разнообразие в сексе. Не за счёт того, что ты привносишь в свою жизнь других партнёров, а за счёт того, что ты начинаешь какую-то игру со своим, с тем, с кем ты уже вместе. И вот это я называю строительство отношений. Потому что всё, что было до этого, делали гормоны. А вот когда гормоны ушли, когда базовые настройки слетели, вот здесь мы можем поговорить про то, как вы строите свои отношения. Семья уже строится сама собой, понимаешь? Там уже все на страже семьи. То и дети, то папа-мама по женской линии, по моей линии. Уже все там, это семья, давай, что, куда соберёмся, семья уже там сама как-то будет. А вот собой позаниматься в отношениях очень важно. Хорошая мысль, кстати, действительно много ловила вот этих паттернов даже у родственников, что начинают думать только о семье, а вот близости между только собой и партнёром забывают. Да. Хотя по факту реально она как просто уже сама едет, эта семья. Она уже сама едет, вы же забудьте. Понимаешь, когда женщина и мужчина становятся мамочкой и папочкой, всё, это начало-конца. При этом они делают это ради детей, но потом они детей оставят без семьи. Как только они пошли по этой дорожке, они сделают своим детям большое зло. Очень хорошая мысль, например, я сейчас чувствую, как она работает в жизни, как эта стата популярности такая попсовая, то, что дисциплина, это когда ты делаешь себе сегодня трудно, завтра легко, а обратная сторона дисциплины, когда тебе сегодня хорошо, а завтра будет плохо. И вот это похожая история, что ты сделаешь что-то, вроде очевидно, нужно в детей вкладывать, но долгосрочно это может привести к разводу, и ты сделаешь много хуже. Это приводит к разводу, к сожалению. Это делает детей несчастливыми. А очень часто, почему в детей начинают активно вкладываться? Потому что с собственной тревогой не справились. Понимаешь? С собственным внутренним ребёнком не поработали. Вернёмся к каким-то простым способам, что можно внедрить в отношения для вознаграждения страсти. Продолжим эту тему. Помимо базовых настройок. Если у людей разный сексуальный темперамент, это очень сложно. Ну, правда. То есть, я так говорю, в отношениях либо один... Если разный сексуальный темперамент, то кто-то сексуально озабоченный, а кого-то постоянно нахеруют. Поэтому тот, кого постоянно сексуально нахеруют, должен что сделать? Принять решение внутреннее, что это моя обязанность. Понимаешь, как? Секс не принято ассоциировать со словом обязанность. Ну, давай туда добавим святая обязанность. Так будет полегче, наверное. Так вот, для мужчин святая обязанность ебать жену свою качественно. А для женщин святая обязанность давать мужу своему качественно, если он хочет. Для этого нужна. Опять же, определенная дисциплина. То есть секс по наитию, когда вы больше уже двух лет, он не существует. Практически. Ну, за исключением, что вы действительно идеально подходите друг к другу по сексуальному темпераменту, оба сексуально озабоченные, и еще и влюбленные друг к другу. Ну, и там попробовали уже все на свете, понимаешь, пришли не зелеными в эти отношения, и уже решили так. Все. Я нагулялся, нагулялся. Вот теперь у меня есть моя, она мне подходит. Все. Мы с ней развиваем эту тему. Там они уже прекрасно, понимаешь, им ничего не надо рассказывать, они уже все знают. Какие девайсы, какие причиндалы, какие сценарии, какие фантазии. Все. Там люди уже прекрасно себя чувствуют. А когда есть разница в сексуальных темпераментах, то первое, что нужно сделать, это донести партнеру, которого постоянно насилиют, о том, что вообще-то его святая обязанность. То есть ты идешь в отношения не для того, чтобы сделать своего партнера монахом или монашкой и мучить его годами. Это же мучительно, согласись. Но ты сексуально зрелый человек, у тебя нет секса. Ты вынужден там бегать и изменять из-за этого. Им нравится что ли им изменять, им не нравится изменять. То есть у меня есть моя постель, у меня есть мой муж, почему бы не с ним? Ну, и у него, понимаешь, разговор до секса, после секса, вместо секса. Например. Ему нравится поговорить, например. Или он любит поспать. Или он устает, понимаешь. Ему не надо. Или у него тестостерон низкий. Тестостерон низкий, иди проверься. Уколы делают. Вот. То есть все начинается с решения. Первое, с чего нужно начать, если есть разница, партнер, у которого недостаток сексуального темперамента, которому хочется меньше, должен взять это как свою обязанность, как решение, понимаешь. Все. Я соглашаюсь, я себе к этому готовлю. Если это, например, женщина, у нее постоянно голова болит, пойди вылечи свою головную боль, сколько можно. Ну, то есть условно, подготовься, как-то отдохни, будь готова. Если человек, просто паттерн поведения, условно быть, как монашкой, будь то мужчина или женщина, парни тоже такие есть, это не норма, это нужно менять, и нет того, что просто такой человек, это ок. Это норма, если ты встретил точно такого же кролика. Вернее, нет, кролики у них обратная история. Ну, хорошо, точно такого же кого, не знаю, кто у нас. Вторую монашку. Ленивца, да. Ленивцы, да. Ленивцы висят на дереве, им ничего не надо. Пока доползут друг, а другу уже соснут. Ну, короче, если ты встретил точно такого же человека, это просто супер. Ну, то есть вы путешествуете, у вас секс там раз в месяц, и вам хорошо обоим. Почему ты так редко? Я такое редко встречала. Обычно он сходится, у кого постоянно не до траха, и кто вообще ничего не хочет. И тогда начинается мучение. Здесь нужно как-то сойтись где-то посерединке хотя бы. Понимаешь, одному начинать сублимировать, там, творчеством заниматься, танцами, понимаешь? У меня клиентки, они что делали? Они по четыре часа в лесу гуляют. По четыре часа. Что ты там делаешь? Я говорю, а что с сексом? Говорит, последний раз был месяц назад. Ага. А качество какое? Сколько длительность полового акта? Пятнадцать минут, я спрашиваю. Говорит, смотри, с пятнадцать минут. Две минуты. А я говорю, аааа. Так ты еще мало в лесу гуляешь, понимаешь? Ну то есть уже люди не знают, куда уже деть эту сексуальную энергию. Если они не приспособлены к изменам, она не хочет, например, изменять. Она мучается, страдает человек. Зачем эти страдания нужны? Зачем друг друга мучает? Поэтому нужно двигаться друг к другу на встречу. Потом секс нужно превратить в приятную рутину. Нужно забыть о том, что секс после пяти лет ваших отношений это уже типа страсти. Ну то есть если страсти нет, то чего нам тут изображать что-то? Нет, нужно изображать. То есть нужно эту процедуру превратить в приятную рутину. Она должна быть как-то организована. Там, не знаю, красная подсветочка, какие-нибудь фонарики, свечи. Должно быть как-то запрограммировано в расписании. Там должно быть какое-то развитие, что-то новое пробуем. Такой сексикой. Ты знаешь, да, какой секс бывает? На тех же рельсах далеко не уедешь. На тех же рельсах? Ну нужно добавлять какие-то новоэлементики. Ну, мне нравится. Секс бывает оральный, анальный и банальный. Потом же там есть разные забавы интересные. Вот есть БДСМ. Ты знаешь, что БДСМ — это забава для высокоинтеллектуальных людей? Нет, я не знаю. Это правда высокоинтеллектуальная сексуальная забава. Правда. То есть ей, кстати, вот те клиенты, которые ко мне приходили, это очень высокоинтеллектуальные и образованные люди. Часто со какими-то там тараканчиками, понятное дело. Но как обычно. Но это очень образованные, высокоинтеллектуальные люди. БДСМ. Прямо без исключений? Да, я просто их там не видела в этой теме. Ну вот из тех, кто ко мне приходил. Может, ко мне в принципе приходят высокообразованные, интеллектуальные. Знаешь, может, у меня выборка там такая. Но в целом это вот из того, что я знаю, это очень такая тонкая, высокоинтеллектуальная игра. И это ни в коем случае не унижение. Там, знаешь, это подчинение. Это прям такой психологический момент очень классный. Там же БДСМ основана на абсолютном тотальном доверии. Плюс там есть определенные физиологические моменты, почему это работает круто. По поводу возвращения страсти в процесс секса. Можешь раскрыть, что еще из того, что ты говорила, кроме этого можно добавить, чтобы там было больше огня? Ну, БДСМ уже перечислили как концовка. До этого еще было несколько пунктов. Может, что-то вспомнишь? Потому что я знаю, что... Да ебаться нужно уметь просто. Понимаешь как? То есть нужно любить секс. Все. Нужно любить секс. И мужчина должен улучшать свои навыки, чтобы у женщин было максимальное количество оргазмов. Потому что если он привык из серии, он зашел, вышел и пошел. Это не айс. Камон, чувак. То есть в среднем сексуальный акт должен длиться порядка полчаса. 30 минут. Это именно фрикции. Плюс еще прелюдии и все дела. Знаешь, сколько сейчас среднестатистическая длительность в Европе? Акты или прелюдии? Нет. Именно акты непосредственно. 7 минут. Да. Угадал. Надо после съемок в казино. Да. Угадал. 7,5 минут. Нужно в этом совершенствоваться. Это такая же сфера жизни. Почему-то люди раз думают, на гармончиках туда заехали, звезды из глаз, вау, кайфанули, а дальше такой, а что там делать, а что там нужно, что-то уметь, а что там это, что фантазировать. Потом на порнухе многие сидят. Порно нужно убирать. То есть порнозависимость – это очень плохая вещь. Сейчас вообще на этот тренд пошел, что в мужском интернете пропагандируют, что порно вообще табу в ноль нужно убирать. Ты как, в ноль прям? Да, я согласна. Ты смотри, те, кто насмотрелся порно, им можно смело убирать в ноль, потому что они оттуда уже подчеркнули для себя фантазии. Те, кто никогда не смотрит, с фантазией плохо, тем рекомендуется посмотреть. Ну только посмотреть и именно набраться фантазии. Не надо там драться на это порно и так далее. Ты просто смотришь порно, чтобы взять оттуда фантазийные сюжеты. Насмотренность. Да, взять насмотренность, да. Но порно ведет к импотенции. Это прямая связь, прямое исследование к потере сексуального интереса к живому объекту. Все. То есть это путь прямой компотенции. Есть еще какие-то моменты в жизни, которые ты как порно говоришь клиентам убирать? Что мешает людям раскрываться в отношениях и сексе? Вот я пытаюсь просто, знаешь, выцепить для себя или зрителей какие-то прям конкретные советы, которые можно вот сегодня уже внедрять? Вот. И поэтому я цепляюсь, когда ты такое упоминаешь. Естественно, нужно проверять тестостерон мужчинам. Я скажу, когда его не нужно проверять. То есть если у тебя хорошая утренняя эрекция и там мастурбация нормальная, то проверять его не надо. Если ты чувствуешь общий упадок сил, то нужно провериться. Ну и там утренней эрекции нет, например, нормальной. Ну или видишь, что что-то поменялось в организме. Это, ну, за этим тоже нужно следить. Потом с тестостероном, там вообще сложная история. Там на самом деле очень сложная история. То есть его может быть много в крови, но его может быть мало в слюне, например. Это значит, что он не делает свою работу, несмотря на то, что он и есть в крови. То есть там правда это прям такая замысловатая штучка. Даже я не знаю, какие тебе подробности сказать. Понимаешь, вот люди либо любят секс, либо они его не любят и не занимаются. Если ты один, живи как хочешь. Но если ты с партнёром, которому секс нужен как воздух, будь добр, пожалуйста. Вообще, ну как это называется, втыкать. То есть зайди вообще, расчувствуй, вкуси, распробуй секс наконец-то. Значит, у тебя может такая задача. Много всего нового для тебя полезного найдёшь. То есть нужно в какой-то момент сказать, что ой, это классная тема, секс, короче, надо расстрелиться. Надо фантазии подключать, надо как-то играть с этим. Нужно на своего партнёра другими словами, вернее, не словами, а ну и словами тоже, другими глазами посмотреть. И нужно пойти ему навстречу. То есть это большое счастье на самом деле. Смотри, люди же неспроста так как-то вместе сходятся. Один сексуально озабоченный, а другому ничего не надо. Другой просто живёт, я это называю. И вот этот, который просто живёт, у него прекрасный сексуально озабоченный партнёр. Ну так он же тебе несёт какое-то благо. Потому что ты просто живёшь, почему, например, мужчина? Потому что ты в башке постоянно. У тебя там дебет с кредитом, какие-то, знаешь, всё. Он там газету читает целыми днями, там сводит всё это по своему бизнесу, он в башке. А чтобы секс был мужчине, ему нужно в тело опуститься. И сексуально озабоченная женщина, она делает всё, чтобы опустить своего партнёра в тело. Расскажи, что это значит, опуститься в тело? Выйти из головы, выйти из вот этих конструкций, выйти из своих бесед, понимаешь, лечь и опуститься в тело. Начать чувствовать себя, реальность, свою женщину телом, членом телом. Ну, то есть заниматься уже не беседами бесконечными, там, чтением газеты, там, перепиской по работе, а погрузиться в себя, в своё тело, перейти в чувственность, понимаешь? С учётом того, как много работаю, отлично понимаю, да? Вот. И это, на самом деле, несёт огромное благо, потому что, во-первых, потом энергии больше. У человека пропадают какие-то нюансы, там, связанные с психологическими проблемами. То есть очень много проблем психологических у людей, там, та же самая повышенная тревожность, как-то неудовлетворённость жизни от того, что они постоянно пребывают в голове. И вот этот момент, когда человека опускаешь в тело, он для него несёт огромное благо. Ты уже упомянул насчёт того, что в плане секса есть совершенно разные темпераменты, и тяжело, когда люди сходятся полярными темпераментами. А в плане в целом отношений, вот, я знаю, что есть термины, как избегающие нарциссы и так далее. Можешь, вот, в принципе, сферу отношений между людьми тоже отложить на какие-то основные направления, и кому с кем будет очень тяжело, а кому с кем, наоборот, хорошо бы склеиться? Ну, такие немножко разные вещи. Нарциссизм бывает разного спектра. Бывает сложный нарциссизм, такой злокачественный нарциссизм. Это когда человек очень любит других топить. У тебя недавно присутствовал такой персонаж на канале. Не будем упоминать фамилии. Вот, то есть это сложное расстройство личности, которое не лечится. То есть сложные формы нарциссизма не лечатся. Они такие на всю жизнь, они портят жизнь себе, другим. И злокачественные нарциссы, хуже этого, наверное, нет. Лучше с ними не встречаться. Как определить такого человека? У тебя, понятно, смотрено, что ты такая очевидная. Как ты можешь разложить по каким-то фразам, действиям? Понятно, что это такой человек. Поначалу, для нарциссов характерно что? Идеализация обесценивания. То есть поначалу, когда ты с таким человеком... Только не надо, пожалуйста, ваши эйфории романтические сразу под нарциссизм подводить. У меня сейчас на курсе есть девочка, которая... Знаешь как, у нас там есть момент такой, что мы формируем определённые события в своей жизни. И она встретила мужчину, который идеален. И она пишет, Катя, я боюсь, а вдруг он нарцисс? Потому что всё слишком хорошо. Давай подождём, подождём, понаблюдаем. То есть на самом деле правда. Такое вот есть, что с нарциссами в начале отношений там просто звёзды из глаз, период золотой пальцы. Они очень-очень хорошо умеют идеализировать партнёра. И ты с ним будешь себя чувствовать просто на седьмом небе. Так хорошо, как ни с кем. Принцессы-королевы просто лучшие в этом мире. И потом наступает период обесценивания, когда тебя просто равняют с землёй, закатывают в асфальт. И весело устраивают пляски на твоих костях. Я сейчас метафорически это всё как-то рассказываю, но в целом тенденция такая. То есть ты попадаешь в идеализацию с ним, и просто всё замечательно, зашибись. А потом тебя уже, подкормив вот этим наркотиком в отношениях, начинают над тобой издеваться. Ну это постепенно, знаешь, как лягушка варится на медленном огне. Она не замечает, не выпрыгивает, когда её начинаешь потихонечку подогревать. И они там начинают сначала ограничивать твой круг общения, изолировать тебя от других людей. А потом раз, перевезли в другую страну. И ты уже как-то не понимаешь, что ты в какой-то момент оказываешься в сексуальном, экономическом, личном рабстве у этого человека. Ты почему-то на него работаешь, а он тебе зарплату не платит. У меня есть такие истории, когда буквально за пять лет отношений парень делал так, что девушка переставала общаться со всей семьёй, и делала это осознанно. То есть он её просто постепенно к этому привёл. Да, это, скорее всего, наркотическое расстройство у него было. То есть они изолируют свою жертву, а потом начинают её морально уничтожать. Люди из таких отношений выходят, они могут вообще не восстановиться никогда. То есть там полностью разрушенная самооценка. То есть пойми, они делают так, что они единственная звезда жизни этого человека. И потом эта звезда начинает их гнобить, обесценивать, разрушать, уничтожать. У них же там грандиозность. Поэтому это очень страшная тема. И там до суициды могут доводить. Поэтому, так сказать, поинтересуйтесь бывшими своего мужчины. Было ли там свой... Красный флаг. Да, или какая-нибудь диспансеризация в клинике нервных болезней тоже может быть. Да. Избегающие. Избегающие тревожные. Сейчас очень модная тема — нарушение привязанности. Она берёт своё начало ещё очень-очень давно. Были исследования, когда в комнату ребёночек и мама. Мама уходит, ребёночек плачет, мама возвращается, ребёночек успокаивается. Какая привязанность у нас? Мама есть, проблема нет. Мама ушла, проблема есть. Мама появилась, проблема нет. Привязанность. Надёжная. Да. Это надёжный тип. Ну, то есть, мама вернулась, проблемы нет. Всё. Я снова весел, я играю, всё замечательно. Мама есть в комнате, проблема есть. Ну, то есть, всё равно ребёнок капризный, особо с ней не занимается. Всё такое. Мама ушла, тоже что-то такое. Ну, как-то там. Вроде могут не обратить внимание, что мама исчезла. Мама вернулась, всё равно тоже какая-то проблема. То есть, всё равно тоже какая-то нарушена. То есть, что бы ни было с контактом, контакт всё равно нарушен. Понимаешь? где бы ни был человек, рядом, близко, понимает тебя, не понимает, любит, не любит, контакт всё равно нарушен. Это то, что люди чувствуют в отношениях с избегающим. Вроде я с ним, а вроде я вообще не с ним. То есть вроде контакт есть, а вроде контакта вообще нет. Понимаешь? А тревожный тип привязанности — это когда люди начинают чувствовать огромную, это называется, сепарационную тревогу. Сепарационная тревога — это страшная вещь. Это вот эта тревога, она близка к базовой тревоге. То есть это то, с чем ты вообще не можешь совладать. Тебя начинает колбасить, ты начинаешь нервничать, ты начинаешь не находить себе места. Это у тревожных возникает, когда они чувствуют потерю контакта со своим близким человеком. Ну то есть ты не позвонил, уже два часа не звонишь. В сети два часа. Я два часа назад отправила тебе сообщение, ты до сих пор не посмотрела. И всё, у них начинает крыша слышать. Где ты, что ты? Ты меня разлюбил? Ты видела Рилса с мужиком, который говорит, знаешь, сколько раз с мамой в день разговариваю? 20-25 раз. Вот она любой может позвонить и спросить, как дела. И в среднем это 20-25 раз за день. Не видела этот Рилс? Не, не видела. Биллион в 15. Ну просто мне его очень много. Это диагноз. Не, серьёзно, это диагноз. То есть мама, если ты взрослый человек, больше чем раз в неделю разговаривать нельзя. А у тебя больше? Посчитай. У нас дочка родилась. Ну понятно, она звонит твоей жене, да, как дела, да, там приходит. Лучше потеще, чем раз в неделю. Ну понятно, да, у вас сейчас семейная ситуация такая. Но если брать вот просто твою самостоятельную жизнь, мужскую самостоятельную жизнь, это раз в неделю это вообще максимум. Больше-то зачем? А каждый день это уже что-то не то. Ну я тут на самом деле соглашусь. Тем более 20... Нет, 20 это... У меня и самого было понимание, что это что-то нездоровая история. Это один из тех Рилсов, где самое смешное — это читать комментарии. Ты раскрываешь, и просто тебе начинается стендап на 10 минут. Я не помню, что там писали, но потому что я очень громко смеялся. Окей, продолжим тему паттернов и вообще, какие у нас есть типы в отношениях. Да, ну вот мы разобрали с тобой избегающих. А у избегающих другая тема. То есть когда у них контакт начинает нарастать, когда идёт сближение. Вот это самое болезненное, что люди не понимают. Идёт сближение, и человек убегает. Очень больно, понимаешь? Я не понимаю, у меня не было такого опыта. Можешь вот пояснить ещё раз? Ты хочешь ближе с человеком общаться, он отдаляется? Он в целом ведёт себя так достаточно холмно. С избега... Слушай, опять же, сложный характер в отношениях. Мы пообещали ссылочку. Вот я там рассказываю про базовые травмы. Потому что базовая программа у избегающего — это любовь, это больно. Любить больно, понимаешь? Да. Близость пахнет предательством, и меня никто не любит. Там они сходятся с тревожником, в этом меня никто не любит. У тревожника другое. Меня обязательно бросят. Другие там тревожные программы. А у этого прям блок. То есть он сказал, как у нас пишут иногда люди в комментариях, ну такая фраза довольно ёмкая. В жопу эту любовь. И он сказал либо в детстве это, либо уже потом, пройдя определённый опыт, имея вот эту детскую подоплёку, сказал это после какого-то развода, там, стрэшового, или какой-то серии расставаний, где он вроде как сблизился, а ему было больно. Потому что он такой вздыхает, и говорит, шопаю, и всё, короче. Я теперь живу свою жизнь. И что происходит? Они почему так привлекательны, почему они так цепляют людей? Во-первых, смотри, у тревожника стоит программа. Любовь нужно заслужить. Я должен заслужить любовь любой ценой. Где пульс контакта? Где пульс контакта? И поэтому избегающий становится очень хорошей мишенью, очень привлекательной персоной. Потому что, во-первых, он интересный. Почему избегающий интересный? Потому что колоссальное количество энергии, которое люди тратят на создание отношений, эти персонажи, пускают куда? На своё развитие, на карьеру, на общение в обществе. Потому что они же сказали, в жопу эта любовь, теперь я буду жить свою замечательную жизнь, красивую. И они этим занимаются. Они строят свою замечательную, красивую жизнь. У тебя семья, наверное, много времени поглощает, да? И ресурсов психических в том числе. Конечно. А есть люди, которые сказали, мне это вообще нафиг не надо. Я занимаюсь собой своей красивой жизнью. И у них действительно красивая жизнь. И вот этого ангела, вот этого богоподобного персонажа встречает несчастный тревожник, у которого стоит плата, которая там звучит «Дум-дум!» «Надо заслужить любовь!» «Дум-дум!» А он встречает «О, я персонаж, чью любовь я хочу заслужить!» И он об него убивается просто, этот тревожник. Иногда просто вдрызг. Но потому что он пытается заслужить любовь этого персонажа, там идёт сближение часто. У них тоже есть такой момент, что они хотят очаровывать избегающих. Поэтому, а поскольку у них избегание стратегии, они формируют себе массу запасных аэродромов. У каждого уважающего себя избегающего есть бабочка с чатами. Нет, есть папочка. А как, кстати, была у твоей коллеги Анжелы. Подкаст «Секс и деньги». Она была в отношениях с избегающими. Я ей сказала про эти папочки. Она говорит, про архивы я сказала. Она говорит, Кать, ну там архив — это отдельная история. Есть архив, а есть просто активные папочки. То есть у них много, понимаешь, у них много запасных аэродромов. Те, кто в архиве, те, кто просто в папочке. Там много разных вариантов, кому они могут написать, кто им постоянно пишет. То есть им важно иметь вот этот пульс, что мной интересуется. У меня всегда есть, к кому пойти. То есть если сегодня эта занята и уехала к маме, есть другая, которая готова со мной встретиться. Условно. И вообще я могу выбрать, с кем сегодня буду встречаться. И они эти папочки постоянно пополняют, пополняют, пополняют. Потому что если там недостаточное, там критическое число, условно, ушло в архив, они чувствуют большую тревогу. Можно ли сказать, что для долгосрочных отношений до старости самая надёжная связка — это надёжный плюс надёжный? — Скучно. — Такое редко бывает. — Ну, бывает, конечно. Слушай, но это люди, которые, знаешь, вот это тихая вода. Это тихая вода. Это классно. А что, вы с женой, может, надёжные, кстати? — Вполне возможно. — Ну да. Нашли друг друга и успокоились. — А если люди, они ненадёжные, они вот в каких-то из разных этих паттернов характера сходятся, вроде любят друг друга, хотят быть вместе, но понимают, что что-то не так. Им нужно как-то менять себя и причесывать к тому, чтобы становиться обоим надёжными или научиться вместе жить в этих вот типах характера? Как дальше действовать? Если люди сейчас смотрят, понимают, что они явно ненадёжные и партнёр ненадёжный. — Слушай, по-разному. Если вы только начинаете взаимоотношения, нужно очень хорошо посмотреть. То есть если... Знаешь, как... Я считаю так. Для перспективных отношений должно не устраивать отношений. Должно не устраивать что-то одно. Но если тебя не устраивает, и здесь что-то не устраивает. Ты не можешь пойти, например, в сексе, в откровенность не можем пойти. В эмоциях нет глубины. Там в быту то он здесь, то его здесь нет. В деньгах то пополам, то не пополам. То есть в смысле? — Сплошная боль. — Вот, сплошная боль. У меня клиентка тоже есть такая. Сейчас у неё отношения с избегающим. Я говорю... Не важно, как её зовут, например. Аня её зовут. Говорю, Аня, а ты подумай, вообще, зачем тебе это нужно? Тебе уже сколько лет? Ты уже состоялась как мать. Это у неё не первое отношение. Ты состоялась как профессионал. Ты хочешь сейчас простроить свою личную жизнь. Если ты взяла персонажа такого сложного, чтобы поупражняться и типа накачать себе мышцы, то пожалуйста. Но понятно, что уже для счастья такой человек не годится. Зачем усложнять себе жизнь? Ну, прикольно. Вот люди как-то, знаешь, я это называю... Народ находит друг друга по аромату травмы. Вот они как-то по аромату травмы принюхались, нашли друг друга и упражняются. Ну, а так если копнуть, там, на самом деле, что-то как-то и там не так, всяк как-то, и в сексе что-то не то, и вообще ничего-то как-то там, и что-то ещё где-то не так. Нет, не так должно быть что-то одно. Например, охрененно в сексе, в эмоциях всё прекрасно, вообще незамечательно, прекрасный отец, например, зарабатывает вообще мало, но можно как-то к этому адаптироваться. Как говорится, в отношениях должен кто-то работать, кто-то одна. Ну, я такой крайний случай. Я просто вспоминаю эти истории тоже. Он такой-такой-такой-такой-такой, всё хорошо, но... И вот это но рассматривается, как будто нам не по пути. Ну, чуваки, слушайте, так вы тогда все никогда не найдёте никаких отношений. Такого не бывает. Каждый характер чем-то сложен, и никто не идеален. Вы на себя посмотрите. А то там собралась семейка, я представляю, как это выглядит. Там мама, папа, свекровь, не свекровь. Тётя, дядя, какая ты у нас хорошая. Ты достойна лучшего. Ты достойна идеального. Ну, и... Называется испортить ребёнку судьбу. Познакомить его с таким понятием, как идеально. Если человек пользуется словом «идеально» ему уже 25+, это уже нездоровая ситуация. Слушай, ну, на самом деле, это очень длинный портрет, то есть в больших подробностях. В этом нужно уметь разбираться, потому что, как правило, нет людей, у которых не было бы того или иного нарушения привязанности. Сейчас очень много людей с избегающим типом привязанности, много тревожных, и им нужно понимать, что делать с собой и как обращаться с партнёром. Это колоссальное количество информации, и она у меня собрана и упакована в тот практикум, который ты поставишь в описании. Мы пообещали зрителям. Ты это сделаешь там. Ну, опять же, тем, кто хочет глубже пойти. Да-да-да. Если вы хотите разобраться в себе, в партнёре, как выстраивать взаимоотношения, какие травмы там базовые, понять, простить, отпустить и продолжать двигаться в этих отношениях, потому что любовь зла полюбишь и избегающего. А это же не только, может быть, в отношениях с партнёром проявляться, но и просто с другими людьми. Это работает вообще там? Партнёрство в бизнесе, какие-то близко дружбы, это тоже проявляется? Да-да-да, конечно. То есть тебе нужно этим обладать этой информацией, ты сможешь дружеские отношения лучше выстраивать, ты не будешь обижаться. Понимаешь, когда ты понимаешь причины, по которым человек так ведёт себя, например, избегание, ты уже не будешь на него обижаться, ты не будешь воспринимать это на свой счёт. Это очень сильно будет убирать негатив, напряжение в отношениях. Ты просто поймёшь, ну потому что он такой, и к нему нужен свой подход. Я просто прям бываю, отловлюсь на мысли, что я не понимаю человека, то есть в моих координатах х и у, он действует непонятно. Так что я думаю, что я сам посмотрю, потому что мне, наверное, не очень это релевантно в плане отношений, но у меня такая уникальная история. Вот в плане просто даже общения с людьми, вот ты рассказывала, я это перекладывал, и тоже понимаю, что это даже в обычной жизни проявляется. Так что тоже посмотрю практику. Супер. Как ты как психолог воспитываешь детей, чтобы потом было полегче по жизни в отношениях? Что ты делаешь или не делаешь того, что делают обычно другие мамы? Я считаю, что, знаешь, у меня вот есть какие-то комплексы, вот у меня есть, наверное, такой момент, что я считаю, что не то чтобы я недостаточно хорошая мать, ну, короче, у меня по поводу детей много таких нюансов, что мне бы хотелось лучше. У меня разного возраста дети, то есть у меня 17 лет дочке, 10 лет сыну и 5 лет младшей девочке. Они очень разные. Если говорить про отношения, знаешь, я вот... Ты хороший вопрос задал. Я бы, наверное, сказала, что показать им, что в любой ситуации есть выход, это первое, и в любой ситуации ты ответственен за то, чтобы оставаться в ресурсе, позитиве, уметь с этим справляться, помогать себе сам, поддерживать позитивное самоотношение в том числе, поддерживать себя. То есть, наверное, вот эти моменты. Потому что жизнь, она разная бывает. Бывает всё. И самое важное, наверное, что могу дать детям... Ну, ты знаешь, старшая у меня немножко с такими идеалистическими представлениями есть такой момент. Я вот тоже думаю, как с ней, что ей дать. И здесь опять же приходят на помощь психологи. То есть у меня у каждого ребёнка практически есть психолог. Да. Причём старшая себе сама выбирала, младшему я выбирала. А у мелкой ещё, по-моему, нет. Но найду. Ну, правда. То есть это очень важно. При том, что у меня тоже есть психология. Ну, у меня по профессии я обязана проходить супервизию и быть в психотерапии. У меня работа такая. Я не могу это не делать. Но я очень считаю, что это меня очень сильно укрепляет. У меня у каждого ребёнка есть свой психолог. Сейчас у мелкой тоже найдём. Вот. Это очень важно. То есть вот эта тема, когда они могут встретиться сами с собой и укреплять свой внутренний мир об других людей, в том числе и профессионалов. А у тебя было вот, может, что-нибудь будет свежее в памяти, что ты на каком-нибудь родительском собрании или просто забирала там ребёнка? Я не хожу на родительском собрании. Ты же просто там забирала ребёнка из школы, из кружка. Ну, какая-то такая ситуация. Или на площадке. Вот ты видишь, как какая-то мама что-то делает или говорит ребёнку. Ты слышишь такая вырастет потом. Либо этот, либо этот. Обычно я узнаю себя. Мне так стыдно за себя в эти моменты. Например? Ну, правда, я узнаю себя. Мне очень стыдно за себя в эти моменты. Слушай, мы все проходили эту тему, когда вот дети рождаются, они такие хорошенькие. Ну, ты ещё не дошёл до этого момента. Такие миленькие, такие замечательные, розовенькие, лежат и молчат. А потом они начинают ходить и говорить. Майя пока лежит и молчит. Вот, шикарное время. Просто наслаждайся. Не, серьёзно. А потом они начинают ходить и говорить. И здесь начинаются все проблемы. Потому что ты хочешь, чтобы он уже сидел и молчал. Ну, приблизительно. Нет, это всё классно. Ребёночек, это всё классно. Люди просто элементарно психически устают. Особенно, когда у тебя трое детей, они разного возраста. У тебя какие-то там свои задачи, моменты. Раздражительность это страшная вещь. И, к сожалению, она появляется практически у всех, каким бы ты ни был. Потому что я считала, что у меня подруга есть вообще, которая не раздражается. Я вчера была у неё в гостях, и я удивилась. Я говорю, Вера, пусть она будет Вера. Я говорю, Вера, ну, у тебя была такая маленькая агрессия в голосе. Но я стала свидетелем какой-то семейной такой сцены, не совсем хорошей с точки зрения детей. И я вижу это в ней, а она вообще такая никогда не была. Я думаю, блин, откуда? Ну, там много всяких моментов сплелось. Ему потом сели пить чай, она уже уложила детей. И я вижу, как она страдает. У неё, знаешь, вот слёзы на глазах. Там не было какой-то жести, она никого не била. Но вот этот железный голос. Нотки? Да, вот этот железный голос. Я сказала, убери мяточку. Ну, что такое, понимаешь? А ребёнок, не даёшь нам свою любовь, тебе не нужна моя любовь. Но там ещё семейная какая-то ситуация, с тобой разводное состояние. И это больно, ей очень больно, она что-то переживает, понимаешь? И ты имела в виду, что ты вот видишь, как другие матери, тоже с подобным... Я узнаю в ней себя, и мне за себя стыдно. То есть у меня нет такого, что типа, ой, как ты могла? Я точно так же себя веду со своими детьми, я раздражаюсь иногда на них. Иногда вот этот железный голос, иногда не сдерживаюсь каких-то своих... В идеальной картине мира не должно быть такого железного голоса по отношению к детям? Я эту тему так рассматриваю. Мои родители жили хуже, чем я в детстве своём. Но там жесть вообще творилась, там такая жесть творилась. Мои бабушки, дедушки жили ещё хуже. Они жили в Голодоморо, они, понимаешь? У меня бабушка ходила, лабаду собирала, ела по весне. Мои родители жили хуже, чем я там. Это их семья там с топорами вокруг дома, друг за другим. Ну, то есть это самогон, все вот... Ну, то есть это тьма вообще, деревня, тьма просто страшная. При том, что у меня мама потом выросла, закончила московский элитный институт, понимаешь? Она была... Вот она выросла в деревне, в тёмной, где её мать гнала самогон. И, по-моему, я не знаю, как у неё образование было, по-моему, не было никакого образования. А человек потом сам закончил московский литературный институт. Там написал несколько сборников своих стихов. Мне дед тоже с гордостью рассказывал, что до него все поколения по-моему, скулиния, сыновей били ремнём, наверное, кого-то и другими вещами били. И он очень гордился, что он, несмотря на него тоже гипертяжёлая судьба была, он разорвал эту цепочку, что моего крёстного дядю, моего папу он не бил. Да там это сиблинги друг друга соплями кормили, понимаешь? Да там страшное дело было. Я не помню, когда была ситуация, допустим, могли быть животные, ты приходишь, твоё животное повесили, потому что оно кому-то мешало. Понимаешь, какие там были травмы? То есть это вообще несопоставимо с тем, что мы привыкли думать за травму, понимаешь? Она орала на ребёнка, твоя мать. Ну, понимаешь, да? Поэтому я так уже себе немножко рефрейминг делаю, что в целом-то, в целом всё хорошо. То есть у меня дети там учатся в лучших школах фактически мира, да, в Дубае они живут. То есть они устроены очень хорошо у них, там всё есть. Я, конечно, понимаю, что моего внимания, может, часто не хватает. Где-то могу срываться на них, там железным голосом говорить, понимаешь? Вот эти темы тонкие, и ты всё равно к ним очень чувствителен. Особенно, когда ты начинаешь себя узнавать в других людях, потому что, когда ты в моменте в эмоциях пребываешь, ты этого не замечаешь. А когда ты со стороны посмотрел на это всё, думаешь, о-о-о, это я чуть такая. Боже, какой стыд, какой позор. Ну, то есть, примерно так. Я уже готовлюсь к этому тренингу личностного роста под названием воспитание. Главное, это я сама себе говорю и тебе. Главное, не стремиться быть идеальным отцом. Был такой психоаналитик, Дональд Винникот. Это психоанализ нового времени, скажем так, следующая ступень психоанализа. И у него есть прям целое такое понятие достаточно хорошая мать. И считается, до сих пор считается, что идеальная мать хуже достаточно хорошей. Потому что, если достаточно хорошая мать, она приблизительно ребёнка невротизирует, то идеальная мать может загнать в психоз. Ну, то есть, реально в пограничное состояние либо в психотическое. Это доказано исследованием. То есть, вот это такая, знаешь, мать, у которой всё правильно, всё расписано, всё. Холодная, понимаешь? Идеальная, это часто холодная. Я слышал ещё, что люди, когда растут в таких семьях, они потом притягивают в свою жизнь, наоборот, какие-то дисбалансные истории, то есть, негатив от других людей, потому что слишком залюбленные, всё было идеально. Да, да, идеальная, это страшная вещь. Понимаешь, если у тебя была идеальная мама, ты как будешь себе жену искать? Или идеальный папа, или у тебя в голове папа идеальный, самый лучший мужчина на свете. Всё. Ты пожизненная старая дева. У тебя не будет мужчины. Если в твоей голове папа самый лучший мужчина в этом мире, не надейся на личное счастье. Так и будешь папина девочка. Я с тобой, как с психологом, хочу ещё поговорить на тему счастья, потому что моя философия, что счастье — это выбор, но когда у тебя какие-то проблемы со здоровьем близких, финансовое какое-то давление, какие-то, например, вопросики с налоговой появились, или ещё просто какие-то проблемы в работе, тяжело быть счастливым. Так может вся жизнь пройти. Много историй, когда люди всё время ждали вот этого идеального дня и всегда были счастливыми. Какой у тебя вообще подход к счастью, как сохранять либо перманентно, либо хотя бы большую часть времени вот это счастье? Счастье. Обожаю эту тему. Я к счастью отношусь скептически. А счастье для меня это, знаешь, тема гормонального рабства. Если ты посмотришь, как устроена наша гормональная жизнь, ты поймёшь, что счастье уже гарантирует тебе несчастье. И это замкнутый круг. Когда выходит на сцену гормоны счастья, это дофамин, окситоцин, серотонин. Три основных. То есть смотри, всё в порядке, гормонов счастья нет на сцене, ну ты такой типа плаваешь там в своём каком-то компоте жизненном. И потом-то вот бах, там у тебя какое-то видео залетело. О, например, серотонинчик. Или там доход определённый, дофаминчик. Или ты пришёл там, долго не видел жену, она тебя обняла, окситоцинчик. Хоп, ты счастлив, вроде бы. Вышли гормоны счастья на сцену. Но они же очень быстро уходят. Очень быстро. У них жизнь короткая у гормонов счастья. И тот факт, что они вышли и свалили, сразу ведёт к выбросу гормонов несчастья. Ну график синуса такой. Да-да-да, картизол. Всё, и это поехало. И ты уже живёшь с чувством, что-то не так. Что-то не так. Надо срочно что-то делать. Что-то опять не так. Надо срочно что-то делать. Всё, картизол бахнул, адреналин бахнул. Всё. Просто по причине того, что только что были гормоны счастья, и они свалили. Ну просто потому, что у них очень короткий цикл жизни. Всё. И это гормональное рабство. Ты себя обрекаешь на вот эти постоянные круги. Начинается эта гонка и что-то не так. Это то, как мы физически устроены. Но ты же знаешь, да, что люди — это люди культурные. Да? Ну, в большинстве своём сейчас. Ну, вообще да. То есть человек — это особое существо. У нас есть навык определённый, разные навыки, культурные навыки, культурных людей. Вот с счастьем то же самое. Я этот навык называю радоваться. То есть радость и умение радоваться — это культурный навык культурного человека. И поскольку у нас с тобой тема отношений, я тебе скажу, как это на отношения влияет. Это очень сильно влияет на отношения, потому что это формирует зрелость второго порядка. То есть если мы говорим про зрелость психического первого порядка, это необходимость отпочковаться от собственной мамочки, от дружков. Но если брать про мужчину, то ему нужно отсепарироваться от матери. Вот это 25 звонков в день — это не от сепарации, это диагноз. И от братанов. Он выбирает себе женщину. Он говорит, «Это женщина моей жизни, я создаю с ней семью, и теперь я делаю». Ну не то, чтобы то, что она мне говорит, но мы как бы вместе с ней, всё. Она теперь на первом месте. Не братаны, не мамочка. Это сепарация первого уровня. Но потом наступает необходимость сепарации второго уровня. Когда человек сталкивается с необходимостью прекратить рассматривать своего партнёра как поставщика счастья. Всё. То есть есть необходимость сепарации уже от этой женщины. Когда люди выходят в самодостаточность и в окончательную психологическую зрелость. И когда ты прекращаешь рассматривать партнёра как поставщика счастья и начинаешь практиковать радость как культурного человека, то в целом ты себя таким образом как минимум страхуешь от серийной моногамии, потому что ты уже не ищешь счастья в других отношениях. А ты уже знаешь, что ты как бы сам себе кузнец своего счастья. Ты осваиваешь культурный навык культурного человека и просто работаешь над своими отношениями и теми, которые они есть. А это второе-то обстрелство. Поэтому умение радоваться — это навык. Его можно культивировать. Я этому, кстати, обучаю. Это часть моей программы. У меня есть два направления таких очень важных для меня. это формирование событий. У тебя, наверное, в жизни что-то получается, что-то не получается. Вот чем я могу тебе помочь в том, что у тебя получается? Я там нахрен тебе не нужна. Правильно? Можно сломать то, что работает. Да. А вот то, что у тебя не совсем получается, вот это интересная тема. И вот алгоритм такого психологического подхода к себе, к своим целям, я называю его алгоритм формирования событий, он мной разработан, скажем так, для того, чтобы работать с тем, что в жизни не очень получается. Знаешь, вот как бы буксует. И вот с этим у меня есть определенные инструменты, как можно работать, чтобы у тебя то, что тебе хочется, но не очень получается, постепенно появлялось в твоей жизни. И навык радости. Это тоже моя очень любимейшая тема. Освоение навыка радости. Есть масса психологических. Около этого навыка психологических методик, как уметь регулировать свои эмоции, как выходить в сепарацию второго уровня, как обретать самодостаточность, психологическую зрелость. Всё это вокруг навыка радоваться. Как этот навык развития? Как этот навык развития? Как минимум просто принять это от своей ответственности. То есть первый шаг — взять это как свою ответственность за то, с чего мы с тобой начинали. То есть если в моём состоянии негативном виновата ситуация в стране, политики, погода на улице, понимаешь, у меня плохое настроение, но погода сегодня какая-то, метеоактивность, то, что у меня партнёр какой-то не такой рядышком лежит, или что-то на работе не то происходит, или вот как ты говоришь, налоги, понимаешь? Налоги, какие-то проблемы, что-то на работе проблемы, клиенты агрессивные, партнёр ленивый, какой-то не такой, как мне нужен. И я несчастлив, потому что ты какой-то не такой, или ты какая-то не такая. И всё, человек погружается в иллюзию, начинает там счастье искать в новых отношениях. А там точно такое же несчастье, когда гормональная встряска пройдёт, то же самое. Ну, либо он мудрость уже определит, и поймёт, что всё равно надо с отношениями работать, осваивает навык радости, навык культурного человека. Ответственность нужно взять. Понять, что... Это называется ещё в психологии внутренний локус контроля. Есть внешний локус контроля, а есть внутренний локус контроля. Точка контроля. Ты либо себя рассматриваешь как точку того, что в своей жизни происходит, как проектор. То есть всё, что в моей жизни происходит, мой выбор. Либо ты начинаешь себя рассматривать как лист на ветру. Погода испортилась, у меня настроение вообще никакое. Ну, вот ещё просто... Нет никаких сил чего-то делать. Ну, и всё о чём. Тотальная внутренняя ответственность за всё в своей жизни. Ну, так главное, знаешь, палка не гнётся, она ломается. Подожди. Окей, так. Нужно соблюдать баланс. Вот я так часто говорю, знаешь... У меня зрители слушают... Я ушёл в крайность, да? Да. Не надо. Я вот тоже зрителям говорю, вы меня послушали, а теперь забудьте всё, что я говорила. Ну, правда. Ну, потому что нужно жить своим умом. То есть задача у нас какая же есть? У нас задача переваривания. Ты же куски пищи не глотаешь, тебе нужно их переживать, переварить. Переспать. Переспать с этим и что-то вывести. Потом, понимаешь? Вот. То же самое психически. Есть такой процесс переваривания. То есть ты в себя информацию пускаешь, перевариваешь, примеряешь к своей жизни, смотришь, пробуешь. Потом от чего-то... То есть формируешь свою позицию внутреннюю, свою. То есть колоссальное количество людей являются зомбированными просто носителями чужих интроектов. То есть они придут, наслушаются на этом подкасте, на сниму, им очень легко управлять. Когда-то носитель чужих интроектов — это печальная ситуация. Поэтому лучше всё подвергать такому умеренному, скажем так, сомнению и не кидаться в странности. Всё важно. Нужно быть гибким, нужно быть пофигистом, нужно иногда сказать, да вообще я тут маленький человек, и вообще всё, Господом Богом, определяется. Ну, условно, знаешь, где-то нужно отдаться, где-то нужно довериться. Мне кажется, это отличная жирная точка перед Блицем, которая вообще подводит черту под всем подкастом, потому что она как такая заканчивающая мысль, по сути всего диалога. Хорошо. Как действительно, который закончится, хорошо. И у меня есть Блиц. Я, соответственно, задаю вопросы коротко. Ты отвечаешь желательно на них тоже коротко. Опасно. Есть какая-то любимая цитата сильная, запоминающаяся, своя или чужая, которая легко вспоминается. Не знаю, что выбрать, выбери себя. Три лучших книги по бизнесу, саморазвитию психологии, которые тебя сформировали, и они универсальны, и могут пригодиться зрителям. Ну, вот эти семь навыков высокоэффективных людей. Хорошая кови, да, хорошая книжка. Фиолетовая корова. Знаешь, такая книжка была? Слышал, но не читал. Фиолетовая корова на меня какое-то такое оказало влияние в том смысле, что я поняла, что надо все-таки находить свою изюм и его взращивать. И «Человек и смысл жизни», по-моему, Франкла, про психолога, который прошел вас с Менцем. Это не «Скажи жизни, да», что это такое? «Скажи жизни, да», по-моему, «Скажи жизни, да», Ну, там про смысл жизни. Хороший фильм, чтобы отдохнуть ветром после работы. Ой, сегодня как раз бросала девчонкам в чатик. «Обожаю фильм, маленькая мисс счастья». Это тот случай, когда арт-хаус собрал колоссальную кассу и стал мейнстримом. Коретко бывает. Самые сильные контакты в твоей телефонной книге можно без конкретных имен на уровень заслуг, регалий, должностей, людей, чтобы мы удивились, что вы знакомы. Я непосредственно была дома у Юлии Борисовны Гиппенрейтер. Ты, если будешь заниматься воспитанием ребенка, обязательно запасись книжками, общаться с ребенком как, общаться с ребенком так. Это прям классик нашей психологии. Мой муж, наверное. Но в целом я не про регалии, если честно. Главные привычки твои ежедневные, еженедельные, может быть, на уровне физического здоровья или ментального, что ты делаешь, чтобы быть на энергии и достигать результатов? Чтобы быть на энергии и достигать результатов, я обожаю свои практики, своего производства. У меня есть практики, которые ты можешь использовать для того, чтобы погрузиться в отчаяние и взять оттуда энергию. То есть взять энергию с самого дна, с самого дна. Там колоссальное количество энергии в отчаянии, колоссальное количество энергии. Я вообще обожаю, когда люди ко мне приходят в ситуации отчаяния и сложной жизненной ситуации. Это лучшая точка. Дно — это лучшее место, от которого ты оттолкнешься. И в чём заключается практика? В чём заключается практика? Слушай, она гениальная, очень простая, я её обожаю. Это моя любимая практика. Если мне плохо в жизни, я её начинаю делать. Ты просто садишься и пишешь, я больше не могу. Я это называю, у меня такая авторская тоже есть тема, не надо жить проблемами, нужно жить желаниями. То есть люди же приходят, и всё вот им не так, понимаешь? Вся жизнь не так. И тут как-то и то, и то, и всё не то, и на работе не так. Всё не так. И живут проблемами. Налогами, не тем партнёром, какой погодой, политической ситуацией. Всё проблема, всё проблема. А нужно жить желаниями. Потому что, когда ты живёшь проблемами, знаешь, когда, где внимание, там и энергия. Это правило никто не отменял. То есть когда ты думаешь о проблемах, ты их питаешь, питаешь этих монстров, как всё плохо, как всё ужасно, нет будущего. Я вот ненавижу это мышление. И, честно говоря, когда я встречаюсь с ним, я хочу человека просто раздолбать. Если я его люблю, я буду его спасать. Как могу. Вот как долго могу. Ну, если вот дружеские, да, вот тёплые чусточки. Ну вот, да, всё. Будем с тобой работать, будем выводить тебя на светлую часть. Но вот этот нудёрдж я не перевариваю просто. Поэтому ты либо живёшь желаниями, либо проблемами. В жизни проблемами никакой эффективности нет. Нужно себя очень хорошо и кучно перевести в жизнь желаниями. Я больше не могу, я очень хочу. Идеальная практика для этого. Садишься, прописываешь свои, и я больше не могу. Вот максимально. Слушай, я это называю опускаешься на дно своего самого глубокого дна. То есть пишешь свою боль. Да, спускаешься на лифте просто в самое днище. И там какие-то шёпоты и крики твоей психики. И ты прислушиваешься к этим шёпотам и крикам своей психики. и начинаешь слышать себя. Я больше не могу. Я больше... Что ты больше не можешь? Что ты больше не можешь? Заниматься перфекционизмом достаточно. Меня это жёстко тормозит. Шикарно. Я больше не могу заниматься перфекционизмом. Что ты ещё не можешь? Вот это основное сейчас. Я понимаю, что ты ключевая. Ну хорошо, давай остановимся на этом. Ну допустим, у тебя вот этот пункт, а ещё там много разных. Я больше не могу быть толстой. Я больше не могу там просыпаться в 10 утра. Я больше не могу сожалеть о том, что я делала. Я больше не могу жить сабьюзером Я больше не могу жить без секса Ну там разные может быть И дальше ты вот оттолкнулся от этого И формулируешь новое Я больше не могу быть перфекционистом Я очень хочу что? Это на бумаге нужно выписать Да, ты прописываешь, а какую альтернативную реальность ты хочешь Если ты больше не можешь жить без секса То сколько секса ты хочешь в неделю В каком качестве, что попробовать Если ты не хочешь уже быть жирной В каком весе ты хочешь быть Как себя чувствовать, чем заниматься Какое качество жизни приобрести Если ты больше не можешь быть в этих отношениях Каких отношений ты хочешь Не могу быть, понимаешь, бедности Не могу жить уже, ходить по магазинам Смотреть на цены И, кстати, это потрясающим образом формирует реальность У меня был период, когда мы переехали в Дубай И я вдруг начала смотреть на цены Потому что ты приходишь в магазин Там картошка стоит 1200 рублей А литр кефира тысячу рублей И я поняла, что я прям реально заморачиваюсь над ценами В магазине продуктов И мне в какой-то момент это так вообще Мне не понравилось Я прям села и написала Я больше не могу смотреть на цены в магазине И всё И тебе так скажу Через полгода моя реальность кардинально поменялась И я себя Ко мне приехал племянник И я себя нашла в ситуации, когда я прошлась по Дубаймолу Купила ему одежду И себе что-то купила Ну, конечно, это был не фэшн-роуд Лёша Я должна признать, это была не фэшн-роуд Это не были бренды, типа, там, Луч, там, Шанель Всё такое понятное дело Это были обычные магазины Конверсы, там, ещё что-то Но я ни разу не посмотрела на цены То есть я вот так вот карточку подносила И уходила Сколько стоит? Пик? Да, пик, всё Я не знаю, сколько это стоит Блин, ну, как-то вот так Вот я выписал, а что я хочу? То есть вот эту вторую часть Ещё что-то с этим нужно делать? Или просто, главное, зерно посеять? О, там много всего Слушай, у меня целая прям Целая концепция, целая программа Там я долго обучаю Потому что, смотри Опять же, ты что-то сказал Не хочу быть персфекционистом Что ты хочешь? Скажи мне, что ты хочешь? Я хочу в лёгкости масштабировать Свои проекты Достигая больших результатов Не пытаясь Делать В лёгкости, но масштаб Ну да Масштаб в лёгкости Да Не закопываться в детали Да, да, да Ага, всё, супер Вот ты поймал эту реальность А там совершенно точно Если у тебя до сих пор это не получается Там совершенно точно есть что-то не так Там есть какой-то внутренний конфликт То есть ты сам туда себя не пускаешь И один из следующих моментов Это выяснить вот этот внутренний конфликт И под вот это вот твоё Что я хочу в лёгкости масштаб Сформировать дополненную реальность У меня есть тоже Сейчас все практики мои расскажем У меня есть специальная практика для этого То есть ты должен сходить в эту реальность То есть тебе нужно сесть Закрыть глаза Представить себе Себя, который в лёгкости Офигенский масштаб Ну там, например, не знаю Два-три миллиона подписчиков И ты действительно делаешь это легко Вот как-то по наитию Интуитивно, да? Ну как, правильно я сейчас туда? Да Вот Ага, я там У меня это получается Вау И ты вот в момент, когда ты туда погрузился И ты уже там У тебя это всё есть Ты себе задаёшь сакраментальный вопрос Что не так? Там где-то точно наебалова То есть ты задаёшь себе вопрос Что не так? И тебе нужно честно на него ответить Что не так? Чего ты боишься? Что не так в этой реальности? Ну ты потом сам себе ответишь А потом ты делаешь себе дополненную реальность Ну я тебе пример другой немножко Чтобы тебя сейчас не трясти Да, да Вот, допустим, человек хочет бизнес свой Масштабировать Хочу, но не получается Камон Ты мужик, ты уже бизнес Ты уже завод построил В чём проблема масштабировать? Не получается Заходит в эту реальность Что не так? А там оказывается Ооо, я, короче, не потяну Это риски У меня посыпется семья Если я сейчас буду тут масштабировать всё Здоровье посыпется Не будет времени ни на спорт, ни на хобби Ни на что Понимаешь? То есть там вот в этой новой реальности Есть куча того, что его туда не пускает Куча недостатков То, что страшно То, что он, знаешь, угроза семье Угроза здоровью И вот это нужно взять И прописать через при этом То есть я масштабирую свой бизнес До такого-то уровня При этом у меня есть время, чтобы заниматься семьёй При этом О, пошла перевариваешь информацию сейчас При этом А я занимаюсь спортом При этом у меня есть классная команда Которая там закрывает все необходимые вещи И у меня есть время на спорт, на семью При этом То есть ты дополненную реально создаёшь Безопасную для себя Создал Так Это один из этапов Понял Вот Ну там дальше у меня есть ещё шаги Как это всё Там очень много всего Там же работа с собой Понимаешь, это же психика Это что-то в открытом доступе Или это платное? Слушай, это же вот я то, что тебе говорила Я сейчас хочу Реально у меня есть очень много идей Которые я хочу, чтобы максимально доходили До потребителя То есть я буду это упаковывать И в бесплатный продукт И мы пообещали ссылку Мы не можем тут народ ссылками забросать Правильно? То есть у нас есть сейчас ссылка На сложный характер Потому что это соотносится с нашей темой Мы уже пообещали, мы это сделаем Но если люди зарегистрируются на сложный характер Они попадут в мой котёл В котёл моих людей Да? Ну моих зрителей, подписчиков Ну и чё-то канала Да, конечно А, и там потом будут все анонсы, они заберут Конечно, да Я собираюсь перед Новым годом делать такой запуск Это будет прям недельный тренинг бесплатный Где мы будем проходить этапы формирования событий Работать с собой Да, уважаемые На этом всё Напомню, кто, возможно, листал по тайм-кодам и пропустил Мы договорились на эту практику Про сложные характеры И как склеивать отношения Чтобы они были здоровыми и счастливыми Катя даст ссылку Я её закреплю в описании Потому что я задавал вопросы Они были комплексные, очень широкие На их тяжело дать ответы В рамках какого-то двухчасового подкаста Кто хочет катнуть глубже Смотрите И Катя Спасибо тебе большое, что пришла Я прям словил, как говорится, качественные инсайты Поэтому, уважаемые зрители И чтобы всё это сохранилось не просто где-то там в памяти А действительно ушло в вашу жизнь Прямо сейчас поделитесь какими-то мыслями, выводами В комментариях Что вы возьмёте И внедрите себе Может быть завтра, может когда-нибудь потом в жизни Что для вас было ценно в этом подкасте услышать Чтобы с большей вероятностью Это действительно реализовалось в вашей жизни Потому что было много классных мыслей Катя, как по мне, суперспец, суперпсихолог Спасибо тебе большое, что пришла Спасибо, Лёш, что пригласила Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!